Продолжение следует... Ну-ка, я вас вижу, хорошо? Ага, вот теперь я вас вижу, надо было еще там кнопку нажать. Ну-ну-ну. Рад вас видеть, Игнатий Кимкич. Спасибо, Христос. Да, Игнатий Кимкич, вот вопросы, вопросы у меня такого характера. Опять же, по крещению много об этом говорится, но и, соответственно, много еще больше вопросов получается. А вот, а как готовиться к крещению, если уже был обряд, но получается, что этот обряд не тот, который должен быть, я о себе говорю. Но, соответственно, придя, я должен прийти, уже понимаю, к батюшке, поговорить с ним, если он согласится меня крестить. Но как я должен к этому готовиться? Сейчас уже, уже вот в этот момент. А вы уже приготовлены, вам не надо готовиться. В этот же день можете покреститься. Просто, ну вот, он скажет, ну, пройди там занятия, надо посетить. Ну, понятно, если он скажет, конечно, обязательно это посещу. Но я к тому же, что вот внутренние какие-то моменты вот эти все осознать в себе, ну, я так понимаю, они уже осознаны, да, если я... Если вы ходили в храм, читали священное писание, конечно, подготовки-то никакой не надо. Вы готовы, вам только не преподали крещение. Ну, да, у меня этот вопрос, как я пришел, почему я думал, что я крестился, это я все помню. А вот сам момент крещения почему-то я не помню. Поэтому, ну, я спросил того, кто был моим на тот момент крестником, он мне сказал, что, ну, тебя крестили, просто поставили в тазик и, соответственно, водой голову помочили, облили и ноги, и руки, и помазали миром, но полностью погружения не было. Ну, соответственно, я принял решение, что все-таки должно быть крещение, а не, как вы говорите, мочение. Вот. Ну, спасибо вам за консультацию. Еще вот вопрос такой. По бытие 32-24. Угу, считайте. Да. Ну, вот я не полностью. Вот когда Яков, некто боролся с Яковом, да? Да. А вот почему некто, соответственно, и почему была борьба? Почему он не мог победить Якова? И для чего была эта борьба? И почему поражен был Яков в кость? Вот не совсем мне вот это понятно. Давайте по порядку прочитаем. 24-й стих. Начинайте читать. Сейчас я открою минуту. Я тоже это... Ага. Сейчас я немножко... Не там открыто. 24-й стих. Да. Он перевел, написано, 23-й. Взял их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И дальше... А, вы 23-й цитируете, да? То есть, что предшествовало этому событию? У него впереди предлежала встреча с Исавом, который обещался убить его. Да. Он очень боялся Яков. И тогда, чтобы его страх этот уничтожить, считаем дальше. 24-е. Так, 24-е. Ага. Так, первое. Авраам был уже стар. Нет, нет. Это глава 23... Это 32-я, 24-й стих. Все. Я опять... Которую главу вы назвали, я называю стих. Угу. 24-й стих. 32-й главы Бытия. И боролся некто с ним до появления зари. Нет. И остался Яков один. Да. И боролся некто с ним до появления зари. Остался один. Ни родных, ни близких, ни защиты, никого нету. Совершенно беспомощный. Надежда опереться не на кого. Хотя два человека друг друга поддерживают, как Соломон и Клисиас говорит. И дальше и боролся... Некто с большой буквы. Некто. Да, и боролся некто с ним до появления зари. Некто. Ну, с большой буквы, да, мы понимаем. Это обогери. Как именно боролся, мы не знаем. Но факт тот, что Яков знал, что это борьба идет. Это с его слов написано. Дальше. И увидел, что не одолевает его. Да. Коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова. Когда он боролся с ним. Ну, да. Вот для чего вот эта борьба? А мы не закончили. Давайте до конца досчитаем. Да. И сказал, отпусти меня. Ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. То есть, он догадывался, кто с ним борется. Да. Потому что он оставался один, написано. До появления зари Яков спал или нет, мы не знаем. Это было как видение. Угу. У никого не... Ясное дело, что плоти никакой не было, с кем он боролся. У Бога нет плоти. Дальше. И сказал, как имя твое, он сказал, Яков. А Яков, знаете, что обозначает? Дающий подножку, обманщик. Он так и назвался. Все Яковы, ну, имеют перевод, слово. Вот я, Игнатий, по-гречески означает неизвестный, неведомый. Но у меня имя мое переводится с латинского, огненный, два перевода. А у Якова было одно имя по-еврейски, дающий подножку, обманщик. Угу. И сказал. И сказал, а ныне имя будет тебе не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом. И человеков одолевать будешь. То есть, он боролся, и Господь показал, что наделяю тебя теперь силой, ты будешь одолевать человеков, и не бойся родного брата Исава, перед которым ты трепещешь. Господь впереди идет его, и уже сердце брата расположилось. Ну, и дальше уже понятно. Обнялись, и он ему место дает, землю и прочее. Вот и все. Господь, когда говорит о мечах, говорит, меч есть, они говорят, два, он говорит, доволен. Ну, двенадцать человек ясно, что недовольны. Речь шла о том, что Христос говорит, будет гонение, вас будут преследовать. Они не верили, наличие оружия в руках, теперь говорил, а надо чего оружие обороняться, на вас будут нападать. Они не понимали, поэтому нам нужно что-то конкретное, что подтвердило бы, да, это действительно так. Вещевое. Притом, это было неоднократно. Вот, готовится осада Иерусалима. Как? Да Иерусалим, такие стены. Он тогда, пророк, получает повеление, лечь на один бок, положить кирпич перед собою, и лежать на нем ни худа, ни мало. Сотни дней там показано какое. И говорит Господь, возьми вот столько-то, пол бы, пол бы такая, как пшеница, там другие, и все это размели, и вместе там ешь, но пеки на человечем кале засохшем. Он говорит, никогда не ел нечистого, разреши мне на коровьих лепешках, но Бог разрешил ему. И вот он лежал, люди говорят, лежит на одном боку, а потом переворачивается на другой в конце. Это осада Иерусалима, кирпич это Иерусалим. И весь город приходил и смотрел, телевидения не было, интернет еще не работал. А он один был, как там, да лежит, лежит. А что он лежит? Говорит, что вот. И против кирпича, их ненормальными считали пророками, одержимыми. Вот так и здесь. Да. А вот еще, Игнать Ильич, такой вопрос по поводу женских, вот, обыкновенного женского уже вы общались, вот, с Юлей было у вас общение, а вот по поводу еще такой, Левит 15.2. Ну, надо открыть, да, на всякий случай. Ну, да. Давай, Левит 15.2. Да. Здесь вот затрагивается вопрос обыкновенного, скажем так, обыкновенного мужского, скажем так. Вот. Вот этот вопрос, вот как он в стороне, он, я так понимаю, он же тоже актуален? Тоже, тоже. А что труда никакого нет? Он про себя знает. У нас определенно. В храм разрешается ходить, не прикасаться к святыням, ни к иконе, ни к Библии, нигде. И так понятно. А остальное не действует, что сидел на скамейке. Нам церковь, нам завет не установила, чтобы мы помнили это. Ветхий завет не пренебрегается. Он возводится на высшее. И несчистота не оскверняет свои мысли. Почему, когда люди постятся, даже есть такое выражение. Господь же сказал, что ходит не оскверняет. Это не значит, что поста не надо держать. Но означает даже, что один сказал, говорит, вы только друг друга не поедайте. Это важнее. Хотя и пост никто не отменял. Мы так и должны на это смотреть. Ну, понятно. То есть, к мужчинам все то же самое это относится? Так же самое. Но если это было искушение, вот искушение просто, ты не хотел, не знал, оно, ну, в свое время бывает, там, говорится, сброс организма-то. Тогда разрешается, что ты ничем не был искушаем, а ты готовился к причастию. И в это время случилось, ты должен сказать священнику, это искушает сатана. И он тебя допустит после, ну, конечно, ты вымойся там, что ты можешь, чтобы не было. Святые установили именно наклонность твоя. Был ли с тобой кто-то рядом, кто возбуждал тебя? Или просто во сне? Не было раз в этот самый последний день. Я нахожусь в тюрьме, допустим, молюсь, приготовился, вызвали священника. И в самую ночь прихода со мной это случилось. Я, к примеру, говорю, что делать? Я ему говорю, он говорит, ясно, что я был один, никого здесь не было. Не было ни мести целый, ничего не было. И вдруг это ясно, что искушение от сатаны. Священник все равно исповедовал и причастил. Я, к примеру, говорю. Не обо мне, а обо другом. У меня вот зачастую такая же ситуация, но только вот, да, не в тюрьме, а в жизни, скажем так. Ну, даже и здесь так же. Ну, я говорю так, что понятно, никого рядом не было. И случилось именно в этот день. Понятно. Вот, Игорь Михайлович, еще такой вопрос. Вопрос 1 Коринфянам, 14.34. Жены в ваших церквах домолчат. Вот, извините, у меня телефон. Я сейчас... Выключу. Какая глава, 14? 14.34. Хорошо, считайте. Сейчас я его тоже открою. Ну, жены ваши в церквах домолчат. Ну, вот, а вопрос тогда. А как быть с певчиней, которые щитят свои женщины? Вот как с ними? Ну, как им разрешено, Ева-то? Им говорить. Они... Не надо понимать в смысле каком-то, а именно проповедовать. Наставлять. Непозволено говорить. Отвечать. А здесь ей... Далее они считают, это разрешено. А быть подчинение, когда начинает, она делает по указанию священников, подчинение у нее находится. Как и закон говорит. То есть, мы должны точно знать, как поступает церковь. А церковь это любящая мать. А вот, допустим, у нас бывает так, что-то батюшка спрашивает, а она стала говорить. Я ей говорю, к примеру сказать. Зачем ты разговариваешь? Ну, меня батюшка спросил. А ты бы не отвечала. Наклонила голову, поставила палец, чтобы тебя было видно, что ты послушная чада церкви. И все, батюшка выйдет, и ты тут скажи. И батюшке будет приятно, что ты такая послушная. И все. Или задницу напиши ответом. Да. Да, а то иной раз, да, там, приходишь, а батюшки позволяют читать, а они не только читают, они там уже и учат с амфона. Нет, только читать, от буковки в буковки, что священник показал. Агафис, допустим, читает. Священник уже и не может, устал. Он может, да, читать поминальники там за здравие, за упокой. Они читают. А вот у сектантов у них так, она без платка, в штанах, накрашенная, я видел, выходит и там, мечется по палубе и начинает другим что-то говорить. Майер там какая-то. Ну, у нас не положено это. А, есть поведенция такая. Да, у нас этого нету. Говорят, перед Богом нету мужеско-пола, не женское. Это к причастию допускается все. А в этом есть. Из 12 апостолов ни одной женщины не было. Еще непонятно. В исторических церквах, как православие, католицизм не было ни одной женщины диаконом, ни священником, ни епископом. А у них сейчас епископов ставят гомосексуалистов, и нам смотреть на них не надо. Они нам не пример в данном случае. У нас там тоже они бегают. Да. У нас, видите, должна быть степенность написана. Не надо бегать. Священник никогда не бегает. Он стоит, крест прижмет к груди распятия, и говорит, его видно как степенность. Вы видели, как говорит патриарх Кирилл? Он не машется, как люди там у сектантов бегают. Он машет, присядет, кричит. Он говорит степенно. Он знает свой вес. Что он умеет, так он умеет. Конечно. Мы даже смотреть, и Писание говорит, степенность. Неповрежденность в слове. Да. А вот вы говорили то, что по поводу Антихриста, то, что он будет не только 3,5 года, но вот еще будет чуть ли не 7,5 лет. Я не понял вопроса. О чем? По поводу Антихриста. Ну, Антихриста и что? Ну, как, по апокалипсису, что он будет у власти 3,5 года. Именно так и будет. А, по-моему, может быть, я могу ошибаться, но где-то вы так сказали, что он будет не только 3,5 года, но еще побольше будет какой-то срок. 7 лет. 3,5 года это подготовительное. А 3,5 над всяким коленом, языком и племенем. 13 глава. Он 7 лет будет у власти. Он придет, но пока наберет силу. Ну, придет только над одним Израилем. Дальше покорятся ближайшие, примут мусульмане, а кто-то будет еще дальше упираться. И он будет вещевать, говорить, а потом уже нажмет на все педали. И тогда ни продать, ни купить. Вот тут сыграет и венальная инвестиция, и все остальное. Главный проводник, конечно, всего этого Америка. Они везде диктуются, учат, а у себя что делает, не видит. Вся зараза, все секты, все оттуда ползет. Украину заразили, а теперь она отвечает перед Богом. Идет бомбежка, убивают. Террористический акт, вот сейчас мне сообщили только. В центральных городах такие взрывы идут. Ну да, в Донецке там сейчас вот, конечно. А вы и говорили, я смотрел ваше видео, когда вы еще ездили в Украину. Да. Я сейчас не помню какое видео, что. Вы там общались тоже с батюшкой в Крайне, общаетесь. И просто говорите, в мирное время еще вы когда ездили, что все, здесь много сектантов, еще что. И вот что в Украине, может быть, осталось один-два года, и потом будет война. Ну, дословно не помню, но смысл будет, потом будет война. Ну, это мы были в Первомайске. Да, да, да. Ну вот когда перед отъездом уже я беседовал с Леоновым Николаем. Он очень популярный, олимпийский чемпион по гигбоксингу. И он за войну был, как православный. Я говорил, нет, мы православные в этом не участвуем. Мы подчиняемся, больше ничего. У нас служат в армии все на альтернативной основе. Пока я был в поездке, мне сообщают Николая, уже убили. Он был с оружием, говорили, не был. Показывают снимки, он с автоматом. Но в этот раз они будто бы, опять же я говорю то, что показывают, вывозили 32 человека на команде, и сверху самолет их ударил. Ну и его нету. Очень, очень жаль мне. Талантливый был, просто талантливый человек. Ну, там много ребят хороших, конечно. И с той стороны, ну, конечно, у всех голова запудрена. И там воевать, и воевать, и воевать. С гуманитарной помощью наши ездили, ездили с Барнаула. И один из них очень близкий мне человек. Русаков Константин Владимирович. Он, кажется, завкафедр в университете был. У меня был он защитником, когда я студился с властями. И снайпер его убил прямо в машине. Большой, приятный такой человек. Ну, он был, как говорится, православный. И пил, и курил. Да, это отличительная черта. Да, конечно. И потом еще надо обязательно нырнуть в пророк, чтобы доказать, что ты православный, минус 30. Горе наше. Это яблони и груши. Это тогда точно православное. Еще. Вот по поводу десятины. Знаете, Китин. Да. Вот если платить, то, что заработные платы платить в десяти, ну, понятно, не обсуждается. Понятно. А если какие-то личные вещи, ну, там, взял, продал, там, машину, там, ну, да хоть сапоги, там, перчатки, там, еще, неважно. Это твое. Ты не заработал. Это твое. Речь идет о прибытке. Что ты заработал, а ты еще не работал. Ты только в валюту превратил то, что у тебя есть. Кровать, дом, там, это твое. Ты в этом жил. Понятно. Это к десятинине относится, но ты уже заранее, если хочешь, чтобы у тебя благословенно было, все-таки подумай. Для Бога полезно и для нас это полезно. Ну, кашу маслом не испортишь. Никак. Никак. Я знаю, у нас, которые продавали, они сразу уже решили десятину сразу отдают и все. Но устава на этого нет. Но они решили себя обезопасить. И у них, интересно, которые платили десятину, у нас деревья начали строить, двое только, у них самое благословенное идет. И скотина, и в детях, во всем. Во всем. И при том, это на глазах видно. А тот, который мухлевал, плохо работал, держал одного поросенка, а у другого сто свиней. Еще интересно. У них все идет как надо. Она гречанка, жена, и уехали в Грецию. И они там пришли к своему отцу, священнику Григорию, и положили, дают деньги, он говорит, нет, не надо. Он даже не знает, что такое десятина. Но они все-таки как-то отдали. До того удивительно. Почему? Десятина убирает всякую торговлю. Десять человек мы одного же священника прокормим. Конечно. Это вот даже была передача, была «Пусть говорят», по-моему, еще что-то. Да, да, да. И там один священник к другому говорит, как-то, что вы там… И вот этот вопрос тоже затронулся там. И там он говорит, да уберите вы эти цены, то, что у вас там 5 рублей свечка, 20 рублей, 30 рублей. Напишите, кто сколько даст. У вас будет денег еще больше. Люди не знают, сколько вам давать, они больше вам положат. А что вы переживаете, что у вас там не будет вам хватать? Ну, у нас вот… Ну, ну, а о деньгах речи вообще нету. У нас с тарелкой не ходят. А висит пожертвование на нужной церкви. Кто положит, никто не знает. До десяти, но все платят. Все. Воску, батюшка покупает воск, отдает сестрам, они льют. Батюшка сам все вещи ставит, чисто восковые. У нас вообще деньги не появляются в храме. Хорошо, конечно. Полная тишина. Это благодаря только десятине, конечно. Да, только десятина. Мы ее называем святая десятина. Да, да. А вот еще по поводу десятины. Обязательно ли отдавать ее священнику? Или можно просто на какое-то благое дело отдать ее? У вас ручка есть? Карандаш, запишите, я скажу вам. Да. Книга Тавита. Тавит, 1-8. 1-8. 1-8. Мы сейчас ее откроем. Вот смотрите, что написано. Я отдавал с седьмого стиха. Даже с шестого. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, усыновлением вечным. С начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец. Он овечек штрик и десятую часть отдавал. Я отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Ливийным, служащим в Иерусалиме. Точка запятой. Другую десятину продавал и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью давал кому следовало, как заповедовал мне Девора, мать отца моего, то есть бабка. Когда я после отца моего остался сиротою. Вот и все. Три десятину он отдавал. Это нам священное писание говорит. Одну непосредственно священнику. Другую на нужды храма, на обиход, на содержание там кочегаров. А третью нищим раздавал куда хотел. Я услышал это. Это он раздавал от одного, скажем так, прибытка. Или от разных прибытков, но в свое время от одного прибытка в этот месяц я отдам священнику, в следующий месяц я отдам еще что-то. Нет, сразу, в один год. Это он за раз приходил, у него было со 100 рублей 30 с собой. Одну он приходил, десятку священнику отдавал. Другую отложил в храме, который там нужен в церкви. А третью подавал там по пятачку нищим. Я понял. Сразу. На следующий год приходил, он за год приносил. Далековато было от Иерусалима. И опять приносил. Когда десятина спрашивает, мне настолько странно это. Когда Бог говорит, вы меня обворовываете, как можно не устрашиться? Это Божья десятина, и ты у него украл, и садишься, ешь за стол. Я как огня боюсь этого. Как это? У меня минимальная пенсия. Просто к слову сказать. Я вот сейчас, январь наступил, я за год вперед сразу десятину отдал. Пенсия у меня стабильная, минимальная, бомжевская. И все. Я спокойно знаю, не будет завтра денег, десятина моя ушла, меня Бог обязательно прокормит. Почему? Я Бога сделал должником. Он обо мне взял заботу. Да, я тоже раньше как-то на эту тему, даже и не думал об этом, но вот вы этот вопрос поднимаете, и соответственно, да, и для меня этот вопрос все больше не стоит. Так, я хочу, чтобы вы были благословенны, и поэтому говорю все. Правильно, правильно. Правильно, правильно. И, Натинькин, вот такой вопрос, как общаться? Вот я общаюсь со своими, там, родственниками, и постоянно там у них в процессе общения, там, марк. Соответственно, я им говорю, не матерись, не матерись, не матерись, да-да-да, на какое-то время успокаивается, либо через какое-то время, там, в процессе разговора, либо в следующем уже разговоре, опять все снова. И вот уже думаю, ну, что говорить, уже и сказано, и пересказано, и все равно, и как вот общаться, не общаться, вот как вот говорить, что, как поступать. Вы видите, уже спрашиваете, когда прошло какое-то время. Если бы вы меня спросили, когда еще не ходили к родственникам, это было бы более влиятельно. Вы сразу даже, первый заматерился, встали, сказали, это нехорошо делаете. Ругайтесь матерно. Без волока матери нет ни поэта, ни героя, как Горький говорит. Раз ему. Да, я им говорю, но это вот... Но вот он не послушал, так сказал, ребята, мне это очень неприятно, я не хочу быть пораженным с вами. Если вы будете ругаться, я просто обязан встать и уйти, и все. И больше туда не ходите, не подвергая себя опасности. Сквернослово в Бог уничтожает. Написано, злословище отца и мать смертью умрет, а они ругаются матерно. Сразу поднимись и уйди, и больше не ходи. И они друг другу будут передавать, смотри, как он смотрит на это дело. Я живу на этой земле. И никогда, нигде, никому не разрешаю материться. Я даже в камере был. Я обязательно предупредил. Потом молюсь, один зашел и начинает мать, перемать, а я молюсь. И вот так говорят, мужик, ты помело свое прикуси. У нас батюшка молится. Да вы что? Все, больше нету. Так это уголовники. 70 человек, мужиков, отпетых. Ну да. И уже мата не слышно, почему они сами следят за этим. Но я не скажу, как будет завтра. Я говорю, как было. Я знаю великую силу моего Бога. Я ему доверился. Я оказался верным. Там деваться-то некуда, камера. А тут я могу выйти и больше не приходить. Нет, ну, конечно. Кстати, что касается, как вы говорите, уголовников, у этих ребят, у них все строго. Там сказано так, значит так. Никак по-другому. А это у нас здесь, без царя в голове, скажем так. Нам нужно, чтобы приехали люди, с землей не можем никак разобраться, и приехали с края, с краевого земельного отдела. Тут же из прокуратуры краевой человек. Этот, который, допустим, земельного отдела, раз, матерился, два, и остановился. Так, я слышал нехорошие слова. У нас это не положено. И все. У нас приезжаешь в деревню, пять дорог с разной стороны, и везде написано, на территории деревни курение запрещается. И ни один человек еще не закурил за 23 года. А то я мог бы закурить. Он говорит, мог бы, но не закурил. То есть Бог делает это. Бог. Написано, на территории деревни не включает бесовскую музыку, тяжелый рок, там что-то такое. Ну, один работал, ремонтировал, он нужный там был. Ну, и молодой парень, и гоношистый. А отец у него, он, главное, агроном был. Мы ему один раз сказали, а я в моей машине, кому я мешаю? На деревне это слышно, у нас не положено. Ну, это вас не положено, а я здесь. Так, мы сразу позвонили. Работа прекращается, заберите своего отрока, и больше, чтобы здесь не было. Отец мгновенно навел порядок. Все, больше ни одного мата не было. Отец очень нравственный, стал членом общины. И все. А сын-то не где-то в институте учится. И больше никогда не было. Ну, мы ему не напоминали, вот смотри, мы тебя как осадили. Зачем это нужно? Мы дальше ласково, нормально разговариваем. Он помогал. Больше он ни разу не заматерился. Вот так. Ну, да. Ну, община у вас большая. Я думаю, большая. Даже больше, чем потеряю. Потому что, благодаря вашему каналу, вашему сайту, форуму, я думаю, у вас община и в Америке, и в Австралии, и в Москве. Везде. Так, Дмитрий Игоревич, я вот что хочу сказать. Вы сами, когда выходите, перекрестите впереди себя. Я говорю с вами, как с православным. Да. Отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. И смело тогда иди. И ты увидишь, как все будет по-другому. Даже цыгане и те при тебе ведут по-другому. Ну, я живу на этой земле. Вот. Я у начальника нахожусь в кабинете. Он ко мне очень расположен, давно меня знает. Ну, когда я говорю, мне нужно то-то, у него документа нет, он так, посидите маленько и побежал. Я говорю, это не положено. Я хватаю со стола папку. Да вы что? Я говорю, потом. Он приходит, а почему вы не остались? Да потому, что ты, может быть, потерял что-то, а будешь думать на меня. Не положено одного оставлять. А вы начальник. Какое имеете право меня оставлять? Так он тут же перестал со мной разговаривать. Мне бумагу надо. А сам пошел и другим говорит. В кабинете. Вот я у вас был, а у меня... Так, а тот передал другому. Целая цепочка пошла. А ты оставлял? Да, оставлял. Терялась, терялась. Я говорю, ты потерял неделю назад, а будешь думать на меня, а я тебя очень ценю. Ты хороший человек. Не делай так больше. Тебе государство доверило вести работу с людьми, не ротозенищать. Понимаешь, как я, во-первых, и выговорил, приструнил его, и... Ну, и взял место Писания, сказал так. Что делаешь? Для Бога делаешь. По делу, по делу. Я запрещаю материться, потому что за всякое бранное слово, за всякое худое слово, гнилое придется дать очередь перед Богом. Я ему привожу место Писания. Везде вперед Слово Божие. Оно мой защитник. Оно свет. И сразу все осветилось. Я выхожу на улицу, а рядом под окнами сидят мужики. Ну, и сидят, конечно, матюгаются. Но вот я выхожу потихоньку, он меня увидел другого локтем так. Вишь, вышел. Уже не один мой. Это они уже Бог так делают. А я кто такой-то? Да мне обложили бы, десять матерков перенес бы. Просто надо самого себя берем. Когда человек разговаривает, а в руках папироса у нас принято не разговаривать. Я говорю, или потушите ее, или попозже давайте встретимся. Да вы что? Он бросает и другим говорит. Я говорю, для нас нельзя это. Вы не можете говорить нормально. Через дым, который сатана из вас выдыхает, мы не договоримся ни до чего уничтожить. Мы в людях уже оставили маленькую зарубку. Ну да, может когда-то там прохлебнется что-то. Да. А я когда ухожу из дома, я обычно читаю, спаси Господи люди твои, и благослови достояния твои. Да, хорошо. И в дверь переключу, и сам переключу. Да. Так и есть. Если дети кто есть, жена, она не должна выходить из дома. Я говорю, если есть кто-то с вами живет. Чтобы никто не выходил, не благословившись у вас. Вот у меня сегодня случай, я уж скажу как. Мне 76-й год. Естественно, что жена того же возраста. Но в среду, сегодня среда, у них занятия. А занятия в другом конце города. И за ней заехали. И она быстро торопилась, и ко мне не зашла. А она через стенку живет. Мы рядом, одно крыльцо, ей удобнее там принимать бабушек и проще. И она с дороги звонит. Вот я поехала, забыла, прости. Так, повернуть машину назад. Или слезь и пешком вернись домой. Она вернулась, зашла, попросила прощения. Помолиться вместе, благослови меня. И пошла теперь. Все. 70 с лишним лет. И я над ней тружусь. Почему? Это обязанность моя. Мужчина есть голова. Женщина легкомысленная. И поэтому надо иметь схождение к ней. Я хочу, я говорю, самое правильное, если ты никуда не пойдешь. Сама себя накажешь. Но я люблю эти занятия. Там сегодня такие новые люди придут. Иди с Богом. Но я все, пока она не вышла, я показывал суровое лицо ей. И Сидор Пилосиот говорит, чем суровее обращается женщина, тем ближе она к тебе будет. Женщина понимает, что я люблю ее и берегу. А вот в этом отношении как быть с родителями? То есть и их благословлять, и у них просить их благословения. Когда уходишь, приходишь. Пример. Мне нужно ехать в район к прокурору. Там опять же из-за земли было. Уже подъехали, у меня машины-то нет никакой-то. Я в это время бегу к маме. Мама, мы едем в район. Я упал перед ней на колени, она на кровати сидит. Она положила мне руки на голову, помолилась, езжай, сынок. Я еду, а прокурор как будто меня ждал. И который на нас жаловался, пакости делал. А он в деревне поселился, майор милиции. Или подполковник там. Он ни во что его не взял. Я говорю, вот сколько на вас пишет? Я говорю, ну комиссию назначили, никого нет. И наконец он уезжает, 40 дней умер. И все. Мне ничего не надо, мне надо держать вот это. Мы копаем колодец. И стали копать на старом месте, когда деревня была 30 лет назад. Ну, только бы к маме подойти. Ну, мы что, мы знаем, где старый струб вытаскиваем. Но когда стали дальше, старая эта земля, она была насыпана, она начала обрушаться. А мы уже доски поставили. И доски эти, там, пятерка буквально в дугу выгибает. Мы остановились. Мы сразу пошли к маме. Мама, вот такое дело у нас. Подойди, посмотрите. Она подошла, посмотрела, там дальше трещина. Эх, дети, дети, не надо было вам начинать. Надо было на новом месте. Так, подождите маленько. Она свои акафисты собрала, каноны, удалилась и молится там. Помолилась, приходит, копайте. Копайте. Ну, посмотрели, кто из нас более способен. Который самый сильный, неженатый, если погибнет только один. Ну, и вы копали, все. Видите, тут надо соразмерно смотреть. И нам приятно это вспоминать. Хотя, я теперь уже нет. Вот как, ну, приехал я к отцу. Мой священ, приезжая к отцу, он постоянно процентов 80 времени своего выпивший. То есть, как мне в этом случае быть с ним? То есть, я у него благословение брать, брать. Он не верующий? Нет. Ну, как все православные верующие, но еще больше. Ну, смотря на что. Опять же, на что. Если вы выезжаете к нам сюда, к примеру сказать, 12 июля у нас крещение будет здесь, то, конечно, надо благословиться дальний путь. А так-то вы вместе, как родные братья, говорите. Выскочил, ушел, пришел там. Каждая встреча должна быть насыщена желанием вместе приблизиться к нашему Богу, еще ближе. Вот мы вместе. И это может когда-то кончиться. И может, последняя встреча. Я с такими людьми встречался. Лампочка погасшая была. Он, говорит, прощался. Лестницу из-под нее только одну руку вытащил. Помахал, режиссер был. Уехал на Шушенской. Нашли уже мертвого в гостинице. И она теперь кается. Я вроде нехорошо рассталась. Надо расставаться как бы навсегда. Дорогие близкие наши, как они наш путь облегчили. Сколько мы добра от них получили. Это надо этим умилять свое сердце. Я мог быть таким-то. А вот Бог дал так-то. Столько у меня родных братьев, сестер, друзей во Христе. Чтобы сердце наполнилось огненным желанием поблагодарить Бога. А сколько людей, помним, одинокие, покинутые, парализованные, разбитые, посаженные. Кому-то уже конец пришел. Помилуй их, Господи. Слепые света не видели. Покажи им этот свет любви Твоей. То есть в том, что мне хорошо, я мгновенно перевожу кому плохо. Господи, порадуй их Твоим присутствием. Не пройди мимо их. Ты мне слишком много дал. Я и слышу, и вижу, хоть не так, как и надо. Руки шевелятся. Жизнь сделать надо благоуханной для Бога. Конечно. А вот когда идет литургия, и получается, когда будут кричать изыдить оглашенные, соответственно, кричать, говорить, я должен уйти. Правильно? Я быстро отвечаю. Я уже понял, о чем речь. Извините, пожалуйста. Если вы готовясь к крещению, это время до крещения. Не причащайтесь и выходите соглашенными. Да, я уже не причащаюсь. Все, все. Это не игра. Не игра. Это очень-очень серьезно. Но, когда будете принимать крещение, миропомазание уже не совершается. Оно действительное. Миропомазание, священнику сказать, я был мочен, миропомазание правильно, а крещение неправильно, поэтому я его восполняю. А, ну, я к тому, что мне надо выйти в притвор или выйти вообще из храма? Нет, в притвор. Чтобы не видеть дверь, алтаря не видеть. А если они не закрываются? Ну, отойди маленько, подвинься в сторонку, там, повернись как-то. Ну, посмотри как. Чтобы видно было, что ты не тот, что вчера. Священник будет спрашивать, говорить, ты объясни ему прямо, без всякой хитрости. Скажи, я понял, что я не крещеный, и поэтому опять. Так и причащался, то на своем месте Бог разберется. На это не надо смотреть. К нам приезжают иеромонахи, священники, принимают крещение, возвращаются и служат службу, дальше идет как надо. На это не надо смотреть. А вот вы говорили то, что брат ваш выпивал, и, соответственно, ну, как бы не получилось на него повлиять, так он вот и умер. Да, никак. Он старше меня на 5 лет. Да. И вот, ну, опять же, я возвращаюсь к своему случаю, родитель, отец, соответственно, такая же ситуация. Вот вы как-то нашли какой-то рычаги какие-то, не нашли, так и не смогли найти, чтобы повлиять, как-то на это дело. Вот понимаете как? Он не был безбожником. В последнее время даже в храм ходил. Но он-то в Москве живет, я здесь. И подробности смерти не знаю. Но по меркам православным, он православный. За него и молились, но по Евангелию он никакой. Ну, вот и у меня такая ситуация. Тут критерий-то другой. Так что, никакие ключи, никаких ключей нет. Я ему говорил, когда приехал, а он не слушал. Я ему возвестил, он не принял. Ну и все. Он поставил условия, когда в Москву ко мне заезжают, чтобы о Боге не говорить. Это раньше, когда я еще уверовал, 50 лет назад. А потом это все утихло. Что интересно, сын работал в органах КГБ, кажется, в охране Кремля в Москве. И к нам приезжал совершенно другой племянник мой. Спокойный такой, молится. У нас положено, чтобы все были в поясах. Да. Поясок. Он и поясок надел, но как-то, я уж к слову сказать, перевозили пчел на тележке-то. Ну и растрясли, и крышка съехала. Его пчелы ужалили, лица не видно-то. И он все снес. Так интересно. Что догеваться-то? Понятно. Понятно. Да, мне тоже говорят, типа, ну ты с ним поговори, ты там еще что-то там. Ему сколько лет-то? Уже там скоро надо готовиться. А вам сколько лет? Вам? Мне 38. Ну, вот так. Это у нас ребята тут есть такие. Ну вот если Господь проложит ваш путь, вам будет уже не запрещенных, нам приехать. Главное, чтобы не курили, не пили, не воровали. Вот. Приехать. Ну, даст Бог. Конечно, хотелось бы, да. Ну, Москва 3300 километров от нас. Ну, да, сколько? Два дня в электричке, два дня пути там, наверное, да? В Полье. Вот так. Мы-то ездили на своей машине трое суток и там... Да у вас, да. Как вы ехали, там водители, это я просто не представляю. Тем более не иномарка, а наша там. От Владивостока, от Тихого океана до Атлантического. Представь. 1650 километров только по Турции проехали. Вот водителю повезло, то, что вы ехали по всему миру, не по России. По России бы столько не проехали. Такие дороги, там бы он бы весь позвоночник у него осыпался, и он бы приехал уже в больницу сразу. А у меня операция была на позвоночнике. У меня три грыжи. Я на стройке всю жизнь работал. Мне нельзя трястись нисколько. А я проехал 117 тысяч километров. И хожу, и это Бог сделал так. Мне только стоять или лежать в первое время было. И вот где мы проехали, Скандинавию захватили и Прибалтику, и 450 городов и сел. Это они где ночевали, все это описано. И не думали это. Все Бог так сделал. Прихвалимся нашим Господом. Какие люди встречались, как расположены были. Вы, я спрошу еще уже, храм Христа Спасителя хорошо знаете где? Да, да. А от него на этой стороне канала, прямо рядом видно храм. Ну метров 250-300. Берсеневский храм на этой стороне. И там отец Кирилл Сахаров. Конечно, видео уже смотрю. Вот Сахаров, отец Кирилл Игумен. Московский патриархат. Но служит по старому обряду. Вы к нему обязательно сходите, ему поклон передайте. Очень интересный человек, хороший. А что такое значит по старому обряду? Ну, как было до Никона. По старопечатным обряду. Я понимаю, но что это в себя включает? Что это? Чем отличие? Какое отличие? По времени? Ну, по времени, по времени. Дольше часа на полтора. Дальше там умолятся, конечно, двуперстное у них персосложение. Иисус с одной буквы. Все стоят с лестовками. Старопечатные книги. Причищают. Он трижды дает тело и кровь. Не один раз, как здесь. Ну, то есть, есть отличие-то. Но я считаю так, что вот его путь самый правильный у тех, которые любят старый обряд. Они ни единоверчества не создали нигде. А именно от патриархии священники знают устав и все справляют. И патриарх там Кирилл, Алексей II были, Павел VI в Сербии был. Вот это самый правильный путь. Путь любви. Путь открытости. Он в союзе писателей состоит. Он был в Потеряевке. Необыкновенный человек. Очень открытый. Я уж не говорю, что умный. Просто прозрительный. И какие люди вокруг него. Вы пока он еще живой, а он болеет иногда. Вы обязательно посетите его. Насладитесь. Какая широта души у него. И поэтому, когда говорят о безблагодатности Московской патриархии, мне не надо многих выбирать. Я два-три покажу. Это уже все. Это человек, облагодатственный Господом. Это тоже так говорить. Благодатный, неблагодатный. Это решают, это не люди. Конечно, конечно. Тот благодатный, я к тому не пойду. Патриарх Кирилл такой, сякой. А в зеркало-то кто смотрел? Где там благодать-то кто видел в зеркале? Никто. Ну, может кто-то и увидит. Это еще было. А вот очищение рожейницы, вы выставляли видео, обряд. Да. Это обязательная процедура для всех, да, женщин? Да, это молитва специальная есть. Нам уже рассуждать. А как ты думаешь? Я говорю, а мне думать не надо по этим вопросам. Как солдату. Ему не надо думать, как ремень носить. Все. За него обдумали уже. Сшили форму. Застегнулся, как счастье отдать. Я нахожусь в армии Христа. Вот так образно сказать. У нас мы православные. По всем пунктам каноны показывают, как себя вести. Когда посты строго разнаряжены. Что считать на службе. Ну, все у нас есть. И поэтому нам нужно в этом проявить активность перед Богом. Ревностно, от сердца, умом и душой молиться. А вот если два правила. Утреннее и вечернее. Если, например, я не каждый раз молюсь по правилам. Полностью вычитываю утреннее и вечернее молитвы. А молюсь просто от себя своими словами. И иной раз эти молитвы, они как бы, как мне кажется, более такие горячие. Вот как это? Другие говорят, можешь, не можешь, а ты вечернее правило высчитывай. Я слышал от священников. У нас так не принято. Утром мы встаем в 4.40. И утром мы считаем утреннее правило, но из него только три молитвы. Господу Христу, ангелу-хранителю, преблагословенной Деве Марии, Богородице. Дальше. У нас много времени больше уходит на молитву о всех, кого мы знаем, о правителях мира, о патриархах и о папах. Мы очень много поминаем их где-то. И после всего этого, ну, начинаем начало семипоклонной, и после этого семипоклонной начало. И после этого, то есть внутри еще одну славу, псалтырь. Псалтырь разбивается 20 кофизм. А папахизма на три, то есть одна шестидесятая часть. И сто поклонов. Вот. А вечером мы считаем только три святой и сто поклонов. Свои слова, какие нужды, кто просил, молитв. У него там отец заболел, у третьего в путешествии кто-то. И все. А воскресенье утром мы считаем, как и вечером. Коротко. Почему? Потому что мы идем на литургию. То есть надо соразмерить все. И поэтому, ну, зато днем, кто может, не менее семи раз становимся на молитву. Семикратно в день. Это значит три святой и сто поклонов. И на душе все время легко и радостно. И печаль сглаживается. Самая большая печаль бывает тогда, когда умирает кто-то духовно. Это самая большая печаль. Необъяснимая. Это от Бога такое. Бывает где-то, не здесь, и душа начинает скорбеть и плакать. И падение дома было великое. Почему великое? Павел христианин. На песке построил. Когда, конечно, когда я по себе, если так взять, что начинаешь молиться, и просто уже потом как-то идешь по улице, еще что-то где-то. Я себя часто ловлю на той мысль, что в жизни каких-то супер положительных событий нет. А идешь, все равно улыбаешься, какая-то радость внутри. И с друзьями общаешься, говоришь, что во мне наоборот хорошо. Они смотрят, да, а мы вот, чтобы нам было хорошо, кто пьет, кто наркотики употребляет. Он говорит, ну, минимум, то есть, каждого с вами. Интересно. Господь сказал Адаму не вкушать от дерева познания добра и зла. А когда Ева была, Он сказал, и не прикасайся. Это не прикасайся Бог не говорил. Но Он усилил это. Даже и прикасаться не надо. Поэтому, если вы не пьете, никогда не садитесь за стол, где пьют. Не садитесь. В руку не берите. Ну, ладно, ты только щекнись с нами, а сам не пей. Не надо. Отвернись, иди молись, или скорее шапку в руки и убегай. И я вам говорю слова высокого-высокого полета. Это не мои слова. Не прикасайся. Написано, не прикасайся. Ты сам не знаешь, как дальше пойдет. Господь внезапно попустит, и будет падение великое. А если просто, как бы, захотел, ну, дома там стоит вино, там, себе налил, там, выпил, как это? У нас сухой закон. То есть верующим православным можем. Мы православные. Если я скажу, вино грех, я попадаю под анафему православных канонов. Я говорю, пьянью наполнено все. И нам не надо это. Мы северные народы. Мы не грузины. У нас легко совращаемся с этого. И поэтому мы, ни брашки у нас нет, ни пива, ни грамма, ни градуса нигде, нигде нет. У нас сухой закон. И мы не испытываем в этом нужды никакой. Никак. Тем более, когда один. Сегодня маленько, завтра надо побольше. А послезавтра уже ты не знаешь, как лечиться. И поэтому, если такое было, а как тогда делать? Ну, если уже по-серьезному было, что? Если ты не надеешься на себя, вылезай в унитаз. И на этом все кончилось. И никогда не прикасаться. Я сколько знаю. Ну, зачем же ты подходил? Ты в магазине заходил. Теперь взял. Ты руку протянул. Деньги. Ясное дело, что сколько преград Бог сделал, ты все сломал. А если куда зовут, а больше не ходи. Не ходи туда. Нет. Мы же такие живые люди. Мы же не идем. Мы сообщаемся. У нас совершенно трезвые. Вот адвентисты седьмого дня. В основном баптисты. Другие встречаемся. Они в рот не берут. И что бы я разговаривал, как с ними? А если я говорю, они знают, так они такую молву несут православные, рожденные свыше и так понимают. Их Бог располагает, они принимают православие. А если начинаем, прости Господи, как говорится, колбасить налево-направо, у нас ничего не получится. Сами себя обманываем. Я за сухой закон. Но вино не считают за грех. Я православный. Да. Как говорят, для блеску глаз. Вот у нас приезжают иногда священники за столом сидят, епископ. С московской патриархии. В деревне бывает, если бы было раньше когда-то, поставили бы с еще дней, никогда, никогда ни одной капельки нет. И нам никто не сказал, а чего у вас нет. У них даже на ум не приходит это. У нас такие сладостные беседы идут, разговоры. Это все в интернете выставлено. Да, я видел, я видел. Ну, видели, видите. Это не наигранно. Фотокарточку можно подыграть. А это никак. Потому что видно, что движемся, отвечает конкретно на вопрос, интонация меняется. Видно, что это несоставленный ролик. А если бы наливали, может, наоборот, бы еще больше приехало. Ну, да. Поехали бы не ко мне, а к бутылке. Там всегда есть. Вот так. Если он ко мне имеет расположение, он примет меня так, как есть. Конечно, конечно, конечно. Да я думаю, если бы к вам приехал, так думал, патриарх, то как уж там вот, на вас говорят там, вот он там патриарха, поносит, еще что-то. Да он бы от вас уехал, как от любимой бабушки с дедушкой, там весь отцелованный, а облизанный есть. У нас интересный епископ был, Евтихий Курочкин. И он, когда его поставили епископ, он думал, говорит, как я с Игнатием Тихоновичем буду там дела ладить-то. А когда приехал, он буквально по сторонам озирался, где я, а я с ним, ну, рядом говорю. Он совершенно меня не узнал, а потом другим смеялся и говорил. Как апостол Павел в послании говорит строк, а в личном присутствии его речь слаба. Патриарху я говорю то, что необходимо ему исправить. Мне Бог дал это видеть-то. А я за него каждый день молюсь. Он мне разве чужой патриарх? Неужели я скажу, дайте сюда Папу Римского? Я и Папа мне не чужой. Я за Папу, за Франциска, за Венедикта молюсь каждый день. Мне, моя обязанность, это меня сторожем Бог поставил. И поэтому еще раз суждать об этом. Все дело в любви. Конечно. Ох, ну, так-то вроде все, но что-то из головы вылетело. Сегодня одна пишет. У меня было столько, я думал, а там никогда больше там вроде к православным головы не повернул. Вдруг на ваш Ютуб нашла, и теперь все с семьей сидим и ждем и молимся. Только бы не прекратилось. Вот сейчас последнее окрещение поставлено. Вы молитесь за Сергея Козлова парализованного. Это он все делает. Каждый день и по нескольку раз. Да, да, да. Сергей это вообще такой алмаз. Как вот делает Господь алмазы там под давлением, еще что-то там из породы выдавливает. И получается, вот это тоже было такое, грубо говоря, какое-то было там дерево, там еще что-то. И вот Господь с ним так сделал, там выдавливает из него. И вот это вот. А сейчас такой вот, пока алмаз проходит огранку, чтобы засиять. Вот он все делает как раз. Вот это из маленьких роликов, когда ходили на Крещение, на Благовесие. Сейчас он его поставил, самое первое стоит. И это он все сделал. Я чуть-чуть посмотрел уже, да. Это он все делает. Да, да, да. Иначе у нас было там 24 ролика, а он сделал из них один. Там, где надо, урезал, соединил, ничего не добавляя, конечно. Ну, я не умею. Это же надо тоже все просмотреть, как это лучше сопоставить, где убрать, где добавить. Я вот этот ролик обработаю, ему пересылаю, а он поставит под замком, когда хочет. И тогда вы его увидите. Я когда увидел первые ваши ролики, где вы, по-моему, с Сергеем Добуновым, там, по житиям святых давали комментарии. Да. Я когда послушал, ну, сначала YouTube выкидывал, там, ну, как бы по тематике смотришь, там, Осипова, там, кто там на слуху. Вот. И смотрю кто-то, какой-то еще ролик, думаю, какой-то дед бородатый, с каким-то со вторым бородатым, что-то там сидят, что-то у компьютера. Думаю, ну, наверное, тоже как-нибудь там от себя кинулепят что-нибудь. Ну, не стал обращать внимания. А он ролик все-таки выкидывается и выкидывается, мне, думаю, ну, ладно, дай-ка смотрю. Смотрю, 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 думаю, да. Да, ой-ой-ой, как вы говорите, ой-ой-ой. А там-то и по житиям святых, думаю, а ведь оно же на самом деле так и есть. А об этом даже я и не думал, думаю, читаешь жития святых, думаешь, там, да, какие люди, как бы там внутренне восхищаешься. А потом думаешь, да, на самом деле вот так вот. А зачем кидать там какого-то родного сына в реку или мочить там, вымачивать кровь, еще что-то. Ну, а для чего это, как это ведет к спасению, там, или уходить в пустыню навсегда и с концами и там оставаться. Думаешь, а зачем это? Если бы Христос ушел на 40 дней в пустыню, там и остался, а для чего тогда он приходил? Ну, и, соответственно, ну, если мы собираемся жить и пытаемся жить по подобию, то зачем нам тогда уходить вообще в пустыню или закрываться? Или, как там говорят, там, сейчас ты иногда слышишь, там, говорят, вот есть такой фильм православный или там такой человек православный. Вот я только тебе скажу, ты вроде такой, да, ты никому не говори, никому. А то вдруг кто-то услышит. А и что услышит? Так и хорошо, что услышит. Пусть он что, погибает все остальные, никому не говори? А как быть-то? Странно. И вот я ходил на службу, послушал вас, и целый день вот ходил как пришибленный. Думаю, такое ощущение внутреннее было, что как будто умер какой-то близкий человек. Вот внутри такая параллель. Думаю, что со мной такое-то? Думаю, вот не мог сопоставить. Ну и, соответственно, а сейчас уже, конечно, во всем, как говорится, 123 процента я с вами во всем согласен. Как ваши слова, для меня это как вода на песок падает, и все впитывается, впитывается, впитывается. Я хочу сказать, Андрей Игоревич, какое дело относительно жития. Я же их насчитывал, они у меня на сайте, все 12 томов голосом насчитаны. А раз я насчитывал, потом составлял симфонию, они мне очень хорошо известны. Но у меня-то вначале было обращение по Евангелию, духовное рождение. И поэтому у меня все во свете Библии. А это 1173 биографии, 12 томов. Это надо знать абсолютно то, и внутреннее побуждение. И я тогда решил рассмотреть это во свете Библии. Не сходится. И поэтому подорожать там нельзя никак. И поэтому мы поставили 83 ролика. Это не два, не три. Полностью разобрали все. А отдельно, ну, в тематику, я отдельно, столкование блаженного филакта Матфея и откровение мы начитали с Володей Пащенко. Это, кажется, около 100 роликов еще ушло. Это, конечно, время. Но на сегодняшний день ни одного звука никто не издал. Он дошел. Я, говорит, сначала, говорит, внутри забунтовал. Да как-то, вот как вы и говорите, так же. Да святые. А потом дальше забыл про это. А сейчас думаю, да как я мог верить-то в это, когда вопреки Библии. Ну, а я вопрос задаю. А я для чего это все делал-то? Мне еще надоело спокойно жить. Ну, для чего бы я к патриарху лез и писал ему письма-то? Для того, чтобы изменить обстановку. Православных-то за верующих никто и не считает уже. Просто большая секта и все. А я знаю, что это церковь Христова. И надо, чтобы в этой церкви Христовой был порядок. А для этого надо кое-чем пожертвовать. А то уже патриоты загнали в угол Россию. Ну, конечно, как операция делается? Больно, но а что делать? Ну, надо или умрешь? А вы фильм «Левиафан» слышали такой? Я слышал, он есть в интернете. Я его не стал смотреть, потому что там я что-то посмотрел о лицензии, что там кто-то не стали убирать мат, перемат. И я что-то думаю, ну, что сейчас я буду смотреть и опять это все? Так, помолитесь, сегодня вечером выйдет на меня один преподаватель университета и академии с этими вопросами. И у нас будет составлен ролик. Это будет очень интересно. По фильму? По фильму, полностью фильм разобрать. И разобрать, и попутно всех, которые отзывы были, которые он давал, комментарии из Бягинсов Андрея-то. Вот. Так кажется. Это да, помоги вам Господь. Значит, надо посмотреть, чтобы как бы понимать предмет разговора. Ну, может быть, посмотреть. Вреда такого нет. Ну, ругаются они слабенько так, раза три всего только. Но создает видимость, что даже это не фильм, а просто зашли в квартиру и сняли. Ну, как мужики говорят-то. А его за это упрекают. Ну, это же люди-то не церковные. С чего-то аж привязываются. Вот это вот нехорошо. Ну, не смотри, отойди в сторону. А кого судить? Ты не суди, не суди, а сам судишь. Ты скажи, как его исправить? Как этот фильм правильно понять? А в этом фильме очень большой смысл заложен. Я это хочу открыть. Ну, большой глобус. Это или какой там золотой глобус он там в Англии получил. Лучший фильм из зарубежных. Какой признан? Да, талантливый человек, все. Но я пока показать должен, что об этом говорит нам Святая Библия. Вот как будет рассмотрено. А в этом плане еще никто его не рассматривал. Если интересует мусульманство, то в интернете посмотрите на мой сайт, зайдите. И там открытым оком у меня 30 томов. И там 18 том, посвященный Корану. Я весь Коран разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. Это тоже нигде материала в мировой литературе не было. Все досконально показано. О них, да, да, говорите. Коран же там такая штука, там его сами-то переводить должны какие-то тоже суперспециалисты. Потому что там шаг в сторону, шаг в лево, шаг вправо там тоже. Не один перевод этого Корана. Переводил Крачковский, Юлиан, самый лучший переводчик-востоковед в советское время. Так что такие переводчики сегодня, может, даже отсутствуют. И мы имеем Коран в переводе на русский язык, который не оспаривается никакими шейхами, не имамами. Провереннейший. То есть он намного-намного лучше знает учителей, которые преподают арабский язык. Арабовед. Это в советское время еще было. И я Коран достал этот, потом узнал, где он издан, закупил целую пачку и своим раздал. Вот так. Мы должны это знать. Вот говорят, а, да, это Талмуд. Талмуд это не книга, это 12 томов. И у меня 23, 24, 25 том по 750 страниц. Разбираю Талмуд весь в сравнении с Библией. Вы понимаете, какой материал? И что за 3600 лет сказали об евреях? Вот все это в этих книгах сказано. Писатели, поэты, политические деятели. Как к нам с евреями, с мусульманами вести себя? Как относиться? И дальше я даю ответ конкретно. Что мы должны сделать, чтобы переломить обстановку? Да. Вот у меня тоже, кстати, был вопрос такой. По поводу вот этого. Вы говорили о журнале «Ревнитель». Да. Где там было все написано. То есть, вы это оттуда взяли, дополнили, да? Там я научился, в миссионерской работе. Это журнал большой объемом. Большой. Он годовая, или может не за один год. Там тысячу, кажется, 400, что ли, страниц. По размеру он больше огонька. Просто большой. По размеру большой. И главное, дал мне баптистский пресс-питер. Это переплет дореволюционный он был. Дореволюционный-то. Бог дал мне просто увидеть это, насколько он важен. Я его законспектировал. И потом, кажется, 5 или 7 экземпляров сделал. И в разные города разослалось. И меня арестуют, чтобы потом где-то найти. То есть, ну, надо с проглядом быть тактиком, полководцем. Да. А как же баптист, как он сам этот журнал читал, не переметнулся? Он пресс-питером там. Ульянкин. Петр Михайлович. Город Пенза. Я даже не знаю, живой или нет. Да благословит его Господь и вечности. Я бы долго искал эту литературу. Он сам мне ее дал. Дал и потом, конечно, я вернул ему. Но я успел законспектировать. 1400 страниц. Ну, это, конечно, да. Видите как? Вычленить надо уметь самое главное. Вот когда начинают об иконах беседовать и прочее. У меня ролик стоит. Иконы – это не идолы. Я бы по Библии доказать. Если самое краткое, я могу доказать в течение 10 минут. Любому. А пространно – ну, требуется час. А дальше что? Поклонение-то не указано нигде. Но они не идолы. Вот это золотая середина. Ну, мы православные, принято. Мне это не опровергнуть. И нужды в этом нет никакой. Я родился с иконами. Ну, это, конечно, все мы не хотим. Научиться нужно никого не осуждать, а понять. Попытаться понять, что его побудило именно быть адвентистом седьмого дня. У них столько хорошего. В Америке самые долгожители – адвентисты седьмого дня. У них спортзалы, они ведут здоровый образ жизни. Про Курева говорить не надо. Все время они работают. Какая пища? Чуть не на десять лет дольше живут. Это, как я, тоже статистика. Не статистика такая. То, что проводили опрос, кто среди долгожителей, что их объединяет. Почему они такие живут долго? Что они? Некоторые и пурят там, и, бывает, выпивают неплохо. Ну, и пришли к такому выводу, что их объединяет то, что они все добрые. Что всех обвиняют добро. И работали, не сидели. Да, кстати, вот ты посмотришь, там бабушка какая-нибудь, она вся там скрюченная, еще что-то. Она в огороде копается, там эту землю, там, как крот, ее там во все стороны раскидывает, там морковку сеет свою. И смотришь, там мороз не мороз, беда не беда, там копается. Нет, некогда болезнь говорить. Я один раз услышал, уже повторение делаю. Где-то в Норвегии, кажется, долгожитель, сто там с чем-то лет, и к нему пришли журналисты и говорят, ну, как питаетесь, какой образ жизни. Он говорит, ну, холодное не ел, горячее, я говорю, только теплое. Ну, так это же не продлило жизнь. Я скажу маленький секрет, я никогда не спорю ни с кем. А журналист говорит, да не может быть, он говорит, может быть и так. Да. Нужно где-то так. Никогда не спорить. Меня за это упрекают. Почему вы не отвечаете? Вот сейчас нападают, ролики ставим, на все, на все ролики нападают. Ну, я отвечу только, дрова подложу под огонь. То, что я под роликами выставляю, вот, допустим, биографию там впереди, там, где на гитаре Виктор играет, и вот, я там выставил 74 свидетельства. Это по 1300, 1100, 1800 строчек, и таких я 8 пакетов заложил. Просчитай, тогда будем разговаривать, а еще я буду прыгать за тобой. Ну, ты сказал, сказал, я даже носа не показываю, да, я не всегда считаю. То, что я тебе дал, это обдумано, о крещении, о благовестии. А ты даже минуты не смотрел, теперь, ну, старается как-то поддеть. А может, он нарочно меня подзуживает, поднащивает, как говорят. Еще бы я тебе отвечал. Я, что ответить, я уже дал. А ты не хочешь считать, я и не выхожу, мне и некогда этим заниматься. Я только с улицы пришел, тут снег надо кидать. Вы пришли, вот, я очень рад, что вы пришли. И я рад, что вы с вами ответили. Я бы так сделал. Да. Если у вас накопятся вопросы, и будут у вас товарищи, друзья, вы можете не один прийти, назначить какое-то время, только поэтому, ну, как всегда, вот, спросите, буду тут или нет. Не звоните, а что, я сразу отвечу, я где-то недалеке здесь бываю. И дальше будет видно, какие вопросы. Раз, допустим, в месяц, а у вас чаще будут, ну, раз в день недели. Потому что у меня сегодня уже разнаряжено, когда, ну, кто, люди хотят. Потому что вы одни и те же вопросы иногда задаете, ну, я маленько по-другому отвечаю. Ну, не отвечать, я скажу, там есть, да что там-то, я без вас сейчас, я хочу лично услышать. Поэтому повтор, оно не может быть без повтора-то, никак. Потому что люди-то разные. А вопрос один, я-то отвечаю, не задаю. Как бы задавал, я бы сейчас вам задал некоторые вопросы. Вот так. Ну, мне нравится, что вы с бородой, застегнуты, я люблю порядок, и вот так, чтобы было всегда. Я готовился, я ждал, пока не трогал, отрастет. Не надо трогать, не надо. И Христос с бородой, апостолы и пророки. Это стихия мира захватывает людей. И протопопа вакуум называл блудодейной ересь. Бритье блудодейной ересь. Ну, я вот заметил, что когда по себе, что когда с бородой, то я уже смотрю на тех, как бы вот, тех, хоть им 60, хоть им 70 лет. Но если они без бороды, то почему-то такое ощущение, что я старше, а не младше. То есть, какой-то такой, и они на меня как-то смотрят, там, как-то снизу вверх. То есть, я так, многие стали со мной там здороваться, которые раньше там не здоровались. В магазине там что-то придешь, там денег не хватает. Да возьмите так, потом отдадите. Вот. То есть, как-то и делать. А как голуби ваши, Игнат Киньвич? Как там, птенцы-то появились, нет? Повторите. Голуби, голуби, птенцы появились у вас там? Киньвич, вот он сидит. Уже вылупились? Уже вылупился. Одно яйцо. В комнате, в комнате. Вот, поставите сейчас, минуточки, я его сдвинусь. Давайте, давайте. О-о-о-о! Слепышок, слепышок, слепышок. Слепышок. Богатырь, богатырь. Мамка, я ее вверх застнял. Вам видно? Видно? Ага. Вот она. Да, красавцы, красавцы. А вот где-то там, я им разрешаю полегать. А ночью прячут, кошек с чердака-то принесут. Видишь, какой слепышок. Это ему уже скоро будет пять дней. Вот он, я не знаю, видно, нет? Видно, видно, красавец, красавец. Какой. Они у меня очень породистые. Ну, это любовь. Да, 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 да. Вот так. Одного вывело. У меня никогда не было. Тут у меня коробка большая, лазарет. А тут я взял здоровых. Он один такой у меня какой-то породы, залетел. Ну, и помаленьку они привыкают. Просто интересно. Утром молимся, а он воркует и воркует, как вот петушок поет. Я говорю, вот когда куры, там гуси кричат, овечки, надоедает. А голубь воркует, хоть целый день не надоест. Что-то есть такое? Ну, да, тоже с вами молятся. Молятся. Птицы молятся. Я тут, как бы сказать, беседу веду, был в Одессе позапрошлом году. И одна она там такая, очень верующая, из сектантов пришла. И мы с ней беседуем. И она как-то во сне, или как там было, и она наклонилась, и там рыбки плавают. А она спрашивает, рыбки, а вы в Бога верите? Они машут головы, да, мы верим. А потом она спрашивает ласточки. А ласточки отвечают, говорят, мы все верующие, у нас неверующих нет. А воробьев спрашивает, а у нас, говорит, есть верующие и неверующие. А собак стала спрашивать, они, говорит, почти все неверующие. Такой сон такой интересный. Но она подвижница, она у баптистов была, столько помогала арестованным. И все она рассказывает. Как в ледяной воде прятались, когда охрана шла. Проникли в лагерь там. О, слышно, нет? Да, 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 да. Это он слетел уже, думает спать сверху. Вот так. Да, ну а вы по поводу сна, вы говорили, вот то, что вам письмо там написали, о том, что там вот летаете вы. Да, да, да. Есть ролики, но почему-то ссылка на ролики не дана. Вот, ну, то есть, хотя... Это человек написал, человек. А я тогда объяснил, да, у меня действительно есть, но это во сне. И что означает? Что тут к этому? Сон, да и сон, только делов-то. Да, во сне многие летают, я тоже летаю во сне. Ну еще, ну еще такого и нету. Что тут? Еще такого. Начинают, если летаешь, это прелесть. Прелесть, это любят монахи, прелесть. Ну, прелесть, ну и что дальше? Я встал с апрела или что? Я уже на молитву буду стоять, а ты все еще лежишь без прелести. Они любят друг друга. Откнуть чем-то. Прелесть, от меня сон не зависит. Я молился, лег с молитвой. Полная тишина, живем в частном доме. Хороший воздух, никто не мешает. Ночью встали на молитву. Ну и что? Ну, прелесть. Ну, куда ты ее прилепишь-то? В чем она прелесть? Я возгордился? Или я никто? Вообще никто. У меня никакого ни должности, ни имущества. У меня ничего нету. Не считай, вот дома, которые дали мне, я высудил их после освобождения. Ну, это просто, ну, любят друг друга, говорят, куда-то загонять. А мне нужды никакой нет. Говорит, да и говорит. Я про него ничего не говорю, я его знать не знаю. Сон увидели, уже рецензию дают. Ну, во сне, вот вы говорите, сон не зависит. Но иногда, как бы, ну, мое мнение такое, что наоборот, как мне кажется, что зависит. То есть, во сне тоже может быть борьба такая, что иной раз, я на свой опыт, там, как бы, говорю, о том, что и искушений много, и еще почище, там, жизнь. Я много лет вел радиопередачи, программы, три радиопрограммы «Алтайский край». По телевидению, изредка, правда, в пяти университетах, десятка школ. Я к этому привык, в техникум, в милицию, во всех отделах милиции. А кругоохват был у меня, ни у кого такого, может, в России даже не было. Воинские счастья вокруг, все. И вот во сне все это мне идет. А когда из Москвы пришло указание всем отказать в университете, так всех выгнали. И в том числе и нас. Из-за нас губернатор бывший ходатайствовал, ректор самого большого университета тут. Ничего не помогло, нигде, никак. А я во сне теперь вижу, там, до этого ректор был, с которым близко были знакомы. Я все где-то договариваюсь, в каком университете, просыпаюсь, говорю. И все это во сне. Даже проснусь иногда, показывая, вот как написано. И рука так надо мной, лежу на спине. Это же Господь так делает. Ну, я чем живу, так я во сне этим. Я пальцы-то показывал. Некоторые скажут, что он знак показывал. А я ничего не показывал. Просто пальцы шевелил. А то из-за этого привязываются. Ну да, лишь бы укусить. Да, вот у меня крестное знамение. Мы молимся двуперстно. Я с детства так научен. Ну, у нас молятся больше половины треперстно. Ну, как учили. Кого-то. Инатьевич, спасибо вам за общение. Спасибо, Христос. С миром. У вас не секрет фамилия-то как? Не секрет. Е-р-ма-ков. Ермаков? Так точно. Очень известная фамилия. Для меня да. Это в Санкт-Петербурге, кажется. Ермаков. От слова Ермак, да? Ну, по всей видимости. А вот вы знаете или нет, Ермак-то, это от слова Еремия, Ерема. Это Ермак. Это в простонародье Ермаком его называют. Ну, у нас, как говорят, там Шура. Шура нет такого, есть Александр. Да. А там Александр и Шура, даже ни одной буквы-то такой нету там. А вот так вот принято. У меня старший брат Самуил, а у нас звали его Моня. Моня, почему, не знаю. Ну, с Богом. Все, с Богом. Храни Господь. Все.